На математическом конгрессе в Москве в 1966 году талантливый французский ученый, защитивший докторскую диссертацию в Чикаго в Северо-Западном университете по вопросу о слежении за искусственными спутниками Земли Жак Валле предложил мне выступить в советской прессе совместной статьей о некоторых загадочных явлениях в земной атмосфере и ближнем космосе. Мы переписывали с ним полгода и опубликовали в номере 8 техника молодежи за 1966 год статью «Что летает над землей?». Жак Валле включил в нее такой абзац. Уместно вспомнить странные неопознанные спутники Земли, по крайней мере один из которых движется в противоположную сторону, чем все запущенные в СССР и США. Этот странный спутник, который запустить с Земли было бы крайне сложно, поскольку скорость вращения Земли не способствовала бы, а препятствовала достижению первой космической скорости, получил на Западе название «Черный принц». Человечество, владевая космосом, уже сейчас может решить техническую задачу полета к Черному принцу, чтобы исследовать его. А что, если это не приблудившийся метеорит, а искусственный объект, оставленный на орбите спутника Земли, рассчитанный на то, что достичь его люди смогут лишь на высоком технологическом уровне развития, когда их и следует предупредить об опасностях ядерного барьера? А что, если внутри этого объекта человечество найдет бесценную для себя информацию? Конечно, оговариваюсь, это всего лишь предположение, но оно отталкивается от установленных фактов. Вот если бы Черного принца не было, не о чем было бы и говорить. А он есть. И кто знает, может быть, этот след в космосе окажется самым главным в той цепочке размышлений, на которой навели нас археологические загадки. Фантастические выводы заманчивы. Но стоит помнить слова философа Канта, «Кто не умеет сдерживать свои фантазии, тот фантазер. У кого необузданная фантазия соединяется с идеями добра, тот энтузиаст. У кого беспорядочная фантазия, тот мечтатель. И вместе с тем без фантазии нет науки». Очевидно, космическую археологию, зарождение которой мы видим, смогут создать не фантазеры или мечтатели, а энтузиасты. Однажды в сопровождении работников АПН агентство в печати новости Советское информационное агентство, образованное в 1961 году на основе Совинформбюро, закрыто в 1991 году. Примечание от меня. Веб-рассказ. Однажды в сопровождении работников АПН ко мне приехал швейцарский археолог Эрих фон Дёнекин. Он прилетел в Москву прямо из Южной Америки, где побывал во множестве интересных мест. Он был увлечён сбором доказательств в пользу того, что не только Земля населена разумными существами, и что в далёкой древности наша планета посещалась высокоразвитыми пришельцами из космоса. Швейцарский археолог написал книгу «Воспоминания о будущем», впоследствии продолжив её книгой «Назад к звёздам». Отрывки из этих книг печатались у нас в журнале «За рубежом». Энтузиасту посещения Земли инопланетянами нелегко было свести концы с концами и в отношении доказательств, и в отношении денежных средств. Заняв на свои путешествия значительные суммы, он не смог вовремя отдать их и угодил в долговую тюрьму, откуда не сразу выбрался, несмотря на то, что обе его книги стали бестселлерами, и по ним поставлен ФРГ, полнометражный фильм «Воспоминания о будущем». И вот этот фильм. Можно или здесь посмотреть, или ссылку я дам в описании под этим видео. Книги можно критиковать за излишнюю увлечённость автора, но главное, пожалуй, в них то, что они заставляют читателей задуматься. И пусть далеко не всё, что описано в книгах, может быть признано наукой за достоверные следы инопланетных посещений, однако привлечение внимания к этому вопросу само по себе важно. Фантастика фантастики – рознь. Можно фантазировать, ни с чем не считаясь, не считаясь даже с законами природы. В литературном произведении может найти себе место и такой подход, не ставящий цели убедить читателя в достоверности описанного. Но в литературном произведении можно быть строгим, опираясь только на подлинные факты и ограничивая своё воображение, стремясь помочь науке сделать правильный вывод из сегодняшней мечты. Как мне кажется, в таких случаях впечатление от научно-фантастической литературы от её достоверности бывает наибольшим. Карл Маркс говорил, что воображение – это великий дар. Много содействовавший развитию человечества. Однако при этом стоит вспомнить слова Салтыкова-Щедрина. Ничем не ограниченное воображение создаёт мнимую действительность. Так можно ли сегодня возразить, читая научную фантастику, что инопланетные гости побывали на Земле? Что говорят об этом серьёзные учёные? Как расценят они, приводимые фантастами, следы из космоса? Попробуем, сдерживая воображение, ответить на этот вопрос, рассмотрев современные загадки истории, ждущие своего однозначного объяснения наукой. Более трёхсот лет назад на площади цветов в Риме инквизиции был сожжён выдающийся мыслитель Джордана Бруно. Перед казнью инквизитор убеждал еретика. «Джордана, может быть, ты прав, но по воле Господа живут подобные нам люди у других звёзд, но народ ещё не дорос до подобных знаний. Церковь требует, чтобы ты не будоражил паству и отрёкся от своих мыслей. Отрекись, иначе костёр». Джордана не отрёкся, взошёл на костёр и гневно оттолкнул протянутое ему через огонь распятие. Тело его сгорело, но мысли, до которых не дорос народ его времени, остались жить. Сейчас вряд ли найдутся учёные, которые возьмутся утверждать, что лишь избранной Богом Земле дано взрастить разумное существо. Учёные расходятся только в оценке числа внеземных цивилизаций, называя в нашей галактике от ста тысяч цивилизованных миров до миллиардов. Планомерно ищутся в эфире сигналы братьев по разуму. Математики и лингвисты совместно решают вопрос о том, как же понять послание разумян, если оно будет принято, как вести диалог, по радио он растянется на сотни лет, между землянами и инопланетянами. Создаётся некий рациональный язык, получивший название линкос. Но поможет ли он нам при непосредственном контакте с инопланетянами? Возможно ли такие контакты? Не было ли их в прошлом? Как ставит этот вопрос фильм «Воспоминания о будущем»? Мысль человечества развивается как бы по спирали. К одному и тому же вопросу в разное время она возвращается на разном уровне. Если в древности прилёт на Землю, скажем, богов допустить было просто без всяких доказательств, то ныне гипотеза посещения Земли гостями из космоса требует уже серьёзного обоснования. Как известно, на Западе немало философов и нефилософов, которые считают, что избежать ядерной войны и гибели всего живого на Земле невозможно. А потому надо жить, рассчитывая, что продолжения жизни не будет. Мы знаем, какое развращающее влияние оказывает такая точка зрения, в частности, на молодёжь, которая торопится пожить. Но какая же тут связь с гостями из космоса? Прямая. Если будет однозначно доказано, что инопланетяне побывали на Земле, это будет доказательством того, что цивилизации могут достичь и достигают более высокого уровня, чем наша современная, и в своём развитии успешно преодолевают ядерный барьер, сохранив жизнь разумных существ на своей планете. Ради одного этого стоит отнестись серьёзно ко всему, что может быть предъявлено для рассмотрения. 1972 год. Это отрывки из статьи «Из космоса в прошлое». Автор – Александр Казанцев. Статья Александра Петровича Казанцева «Из космоса в прошлое» была написана в 1972 году. И ссылка на источник. Воображение – это способность вызывать образы. Человек, лишённый этой способности, был бы курицей. Дени Дидро. К неведомым методам нельзя подходить с меркой давно известного. Александр Казанцев. Вы его видите на фотографии. Александр Петрович Казанцев – русский, советский и российский писатель-фантаст, один из основоположников советской научной фантастики. Родился он в 1906 году, умер в 2002, в 96 лет. И напоследок ещё один отрывок из книги «Рассказы» Александра Казанцева. «Припоминается мне громовая весна 1945 года, последняя весна войны. Как мы все ждали её! Вместе с передовыми танками мы ворвались на центральную площадь Вены. Автоматчики в развивавшихся за спиной зелёных плащ-палатках нагибаясь перебегали от здания к зданию. Дробно трещали очереди автоматов, пахло гарью, к мостовой стелился дым. За моей спиной пылал знаменитый театр венской оперы. Когда столица Австрии была полностью очищена от нацистов, мне удалось побывать на знаменитом венском кладбище, где я отыскал могилы Моцарта, Бетховена и Агана Штрауса. Собственно, могилы Моцарта я найти не мог, потому что великий музыкант был похоронен в могиле для бедных, которую никто не знал. Много времени спустя поклонники гения установили на венском кладбище плиту и выбили на ней его имя. Неподалеку я увидел другую. Она прикрыла собой подлинную могилу еще одного величайшего музыканта с трагической судьбой. Это была простая гладкая плита с лаконичной надписью «Людвиг ван Бетховен». Но как много она говорила. И не очень далеко от этих памятных плит выселся изящный мраморный павильон. Там, окруженный колоннами, стоял мраморный скрипач «Баловень успеха» «Любимец Вены» Иоганн Штраус. Три столь непохожих одна на другую жизни прославленных музыкантов своеобразно отразились здесь в камне в мраморе. Я смотрел на мраморного Иоганна Штрауса и мне казалось, что он играет на мраморной скрипке свой вальс «Сказки Венского леса». Ссылку на сказки «Венского леса» на музыку я дам в описании под этим видео или здесь в теме на конте вы можете нажать и послушать. Это был отрывок из рассказа «Народные артисты леса» автор Александр Казанцев и ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин канал «Вэп Рассказ Новосибирск». Все ссылки как обычно я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания. Редактор субтитров Корректор «Вэп